Новости Об этом и другом далее подробно Четыре семьи из Новочеркасска остались без крыши над головой Она рухнула в ночь с понедельника на вторник, не выдержав тяжести мокрого снега В результате обрушения никто не пострадал, но жители двухэтажного дома на улице Бакунина, а это 10 человек, в том числе 3 инвалида, вынуждены искать временное убежище По словам директора департамента строительства и городского развития администрации Новочеркасска Геннадия Зацепилова, дом нуждается в капитальном ремонте Жильцы должны самостоятельно решить эту проблему Мы посоветовали жильцам этого дома обратиться в АПБ, значит, архитектно-тронировочное бюро, которое будет сопровождать капитальный ремонт этого дома Помогать жильцам найти строительную компанию, а также проводить проектные работы и сопровождение капитального ремонта Также обратиться в социальные службы для выделения субсидий, чтобы в кратчайшие сроки они могли провести ремонт По словам Геннадия Зацепилова, находиться в доме небезопасно, дальнейшие разрушения не исключаются В результате обрушения крыши нарушена не только стропильная система, но и несущие стены, они давно дали трещины Вообще, дому около 100 лет, он является частной собственностью и, по данным специальной комиссии, все это время не обслуживался должным образом Донские спасатели предупреждают водителей о тумане и гололедице на дорогах По информации гидрометцентра, теплый атмосферный фронт стал причиной ослабления морозов и обильных осадков на территории Ростовской области Ночью и рано утром в водильных районах видимость уменьшается и появляется наледь на проезжей части Особо опасными считаются спуски, подъемы и крутые повороты По словам сотрудника МЧС по Ростовской области, Марины Чернявской, сейчас обстановка на дорогах стабильная Задержек движения нет, однако ситуация может резко измениться Прогнозы корректируются, поэтому мы рекомендуем автомобилистам, которые отправляются в дальнюю дорогу следить за дорожной обстановкой, не пренебрегать правилами безопасности и соблюдать скоростной режим А в случае, если вдруг они оказались в беде и потребовалась помощь спасателя Необходимо набирать телефон 101, а с мобильного 112 Для устранения заторов на трассе М4 сотрудники ДПЧС отбуксировали 11 автомобилей Эвакуатор работал на дорожных участках в Новошахтинске, Станице Ягорлыкской и в Морозовском районе Отставка мэра Таганрога и арест главы агентства стратегических инициатив Заинтересовали всю страну, сообщает информагентство DON24.ru Российский исследовательский и экспертный центр Фонд «Петербургская политика» опубликовал рейтинг 30 важнейших политических событий в регионах за декабрь ушедшего года Два из них произошли в Ростовской области и заняли 12-ю и 16-ю строчку рейтинга Россиян заинтересовал арест главы представительства агентства стратегических инициатив в Южном федеральном округе Александра Хуруджи Его подозревают в мошенничестве в особо крупном размере Также резонанс вызвало отстранение мэра Таганрога Владимира Прасолова от занимаемой должности по решению суда Чиновник не хочет мириться с отставкой, его адвокаты пытаются оспорить судебное решение Первое место в рейтинге российских событий занимает новость о снижении в 90 раз штрафов за неуплату проезда для больших грузов по федеральным трассам по системе Платон Донской государственный технический университет будет реорганизован Вместе с ростовским строительным они станут единым вузом Соответствующий приказ выпустило Министерство образования России, сообщает пресс-служба ДГТУ Строительный университет должен присоединиться к техническому в качестве структурного подразделения Ректор ДГТУ Бессарион Месхи, он же и возглавит укрупненный вуз Считает своей обязанностью сохранить традиции строительного университета И сделать все возможное, чтобы трудовые права работников и социальные гарантии студентов не пострадали в результате слияния Конечно, надо все сделать для того, чтобы сохранить все традиции Все социальные направления, отдых, социальные вопросы оздоровления студентов и сотрудников И ансамбль, который у них есть, великолепные россияне, которые выступают не только у нас, а в Европе и в других странах И мероприятия, которые они проводили, не закрывать надо, а приумножить и поддержать в этом плане Я как ректор настроен положительно Слияние ДГТУ и РГСУ произойдет в течение первого полугодия 2016-го 22 января Бессарион Месхи представит Минобру концепцию развития опорного вуза Подобные вузы будут созданы по всей России Они получат дополнительное финансирование около 200 миллионов рублей Это второй этап реформирования отечественного высшего образования Первым было создание федеральных университетов Таким образом, общее количество вузов по стране сократится на 25% Одной из причин этих преобразований стал демографический спад Кстати, в строительном университете сегодня учатся 11 тысяч студентов В Донском техническом – 40 тысяч Итоги 2015 года подвели азовские археологи Несмотря на то, что раскопов было меньше, они занимали большую площадь Ученые впервые исследовали слабо изученный район средневекового города И хорошо сохранившийся подземный ход 18 века А также нашли русское кладбище времен Петра I Об этом рассказывает заведующий отделом археологии Азовского музея-заповедника Андрей Масловский Было найдено огромное количество и вещевого материала, и очень интересных комплексов Это и следы бойни 1370 года, и металлургическая мануфактура, и гончарный горн, и еще одна улица Огромное количество вещевых находок, среди которых выделяются, конечно же, кашинные сервизы В наступившем году жители и гостей города ждут обновленные экспозиции музея Сотрудники уже готовят большую природную выставку Она будет приспособлена также для людей с ограниченными возможностями Эти и другие новости читайте на нашем сайте Югрегион.ру В студии была Наталья Тарасова, служба информации, радио ФМ на Дону